Утренний кофе по вторникам И я подумал, а почему бы к этим красотам, собственно говоря, не добавить просто разговоров, выделив их в определенную рубрику Нравится кому-то смотреть, смотрит, не нравится кому-то смотреть, не смотрит, смотрит только красоту Поэтому наливайте кофе, чего я уже сделал, и давайте продолжать Разговор сегодняшний будет о Матрице Да-да, о той самой Матрице, которую вы знаете из трилогии кинофильмов или из книги Где создается некая иллюзия жизни для человека, а на самом деле таковой жизни как бы не существует Я хочу с вами начать этот разговор, основываясь на именно том, что знаю А это бизнес, это бизнес, которым я занимался с 90-го года, когда основал свое первое малое предприятие Это было швейное предприятие в городе Москва, мне было 20 лет Я это говорю лишь только к тому, чтобы вы понимали, что именно с 90-го года, с самого фактически начала бизнеса на постсоветском пространстве Я был в теме И к чему я это рассказываю? Последнее время на YouTube, я буду говорить с вами про русский YouTube, потому что именно он меня волнует в данный момент Стало возникать огромное количество различных каналов, посвященных каучингу Каучинг это когда человек-каучер рассказывает вам о том, каким образом правильно начать свое дело, допустим Мотивирует вас на какие-то достижения каких-то высот в том или ином бизнесе или еще в чем-то И фактически того самого, может быть, даже лично никогда и не делал Понимаете, да? Ну то есть не путайте с бизнес-тренерством Вот когда бизнес-тренер перед вами выступает, как правило Зачастую он разбирается именно в том вопросе, которому хочется вас научить И что касается каучинга, то здесь все как-то поверхностно Очень поверхностно, очень мотивационно И таких каналов сейчас очень много Очень много Например, ну не знаю, возьмем там, условно назовем их трансформатор Да? Молодые ребята, там 25-30-35 лет Пытаются вам с экранов компьютеров, телефонов, телевизоров и так далее Рассказывать о том, как все классно, как все просто, как все здорово Вот это можно так вот достичь, это можно вот так вот построить Вот вы пошли и взяли какой-то кредит в банке И что-то там начали и открыли и так далее И честно говоря, меня это, вот меня лично, человека, который в этом вопросе разбирается Это просто не просто бесит, это просто нервирует Поэтому я и решил с вами об этом поговорить Потому что было у меня одно видео про Потапенко, если вы помните, да? Когда я проехался по нему, по большому счету Потому что понимал то, о чем он говорит в данный момент Он просто никогда не делал И то, что ему приписывают, на самом деле он никогда не достигал И вообще в этой каше, может быть, и не варился Но, безусловно, он там умеет разговаривать Все эти каучеры, у них есть одна Одно достоинство Они очень хорошо умеют с вами разговаривать Фактически в эту область пошло огромное количество людей-психологов Не только как бы по профессии, но и по призванию Которые удачно втирают вам какую-то определенную модель Но я на сегодняшний день Сто процентно уверен, что это огромный вред Огромный вред как молодым людям, которые пытаются что-то создать новое и так далее Потому что они их неправильно мотивируют Они их мотивируют на другие вещи В основном с этих каналов преподается о том, что Что все очень легко Что вот как можно Вот-вот-вот Давайте купим потом Мерседес яхту И, собственно говоря, у них все замыкается На каких-то вот этих материальных моментах Которые являются якобы доказательством твоего умения Ну, по большому счету, вот мы как раз об этом и поговорим Потому что одновременно со словом каучинг А даже чуть раньше него Стало возникать слово на горизонте Стартап-понятие Это где-то, наверное, начало 2000-х годов Конец 90-х, начало 2000-х годов И меня это стало еще тогда немножко подбешивать Почему, собственно говоря, обычное начало малого предприятия Фактически это малое предприятие Какого-то бизнеса Стали каким-то называться непонятным словом Которое, ну, для меня лично ничего, кроме там начала Как бы, да, просто начала Не характеризовалось И потом вдруг я понял Что под это слово Такое, как стартап По такой понятию Закладывается не сам бизнес А процесс его создания То есть не факт, что оно выгорит И если мы с вами копнем на сегодняшний день То удачных стартапов-то Можно сосчитать по пальцам двух рук А создавалось их тысячи, если не миллионы И куда они все делись А может быть все гораздо проще Что само это явление Оно и было в основном создано В расчете на каких-то молодых ребят Которые принесут какую-нибудь Иногда, извините, иногда хорошую Иногда тупейшую идею И под эту идею можно просто взять и слить Огромное количество денег Причем в определенный момент всегда можно сказать Ой, это же стартап был, все прогорело И именно, на мой взгляд, это И происходит по большому счету На постсоветском пространстве Почему? Потому что одно дело, когда понятие стартап Ложится на огромную бизнес-культуру Западных стран Ну, в частности, допустим, США Это совершенно другое Это совершенно другое, потому что есть основа Да, есть основа пирамии, да, сверху стартап Вот оно, что получается А другое дело, когда у тебя этой бизнес-культуры Ее нет Но ее практически нет, друзья мои Первые предприятия стали возникать в 90-х годах, условно говоря До этого были еще кооперативы, но это вообще шарашкины конторы, условно говоря И никакой бизнес-культуры, как таковой Ее нет, она отсутствует Ее, она нарисована, она не настоящая Это иллюзия Это иллюзия, которую нам создали А потому что Бизнес, как такового В одном В том самом видео Потапенко, которого я критиковал Он сказал, на самом деле, одну Правильную вещь Он сказал, что А вы покажите хоть одного предпринимателя Российского Который приехал на Запад И у него вот сразу Все что-то там вот получилось Он сразу все построил Да ничего такого не было Потому что это невыгодно Это неинтересно Это сложно Он это по-другому подвел А я это подвожу по-другому Честно говоря Он не получилось не потому А потому что Все эти люди до этого В основном Я не говорю про всех Есть очень успешные предприниматели Которые уехали Куда-то делают на Западе свой бизнес Таких миллион и в Америке И в Европе И где угодно Но их процент очень маленький А львиная часть людей Они просто считают себя бизнесменами Но как таковыми они не являются Почему? Да потому что Основу их капитала Составляют бюджетные деньги Бюджетные деньги И они считают себя предпринимателями Живя в принципе В условиях отсутствия конкуренции Как таковой Я имею ввиду правильную конкуренцию Не конкурируя как бы своим товаром Они конкурируют в основном Своими связями А не своим товаром И вот это основное отличие И в результате Эти люди становятся Они как бы Как вам сказать Зависимые что ли Зависимые И их предпринимательская жилка Она умирает Так как Вот сейчас на просторах России Живут в основном нормально только те Я это говорю со знанием дела Поверьте мне Я общаюсь со своими коллегами Бывшими как бы Постоянно Каждый день И понимаю что Никакой Вот этой Светлой Жизни Пошел Взял кредит Ее не существует Ее не существовало Как и тогда Так и сейчас Я сначала думал Что что-то изменилось Позвонил друзьям Говорю Слушайте Может я что-то не понимаю Может быть Я не знаю Кто эти все люди Которые мне С каналов YouTube Пытаются рассказать Про то Что они вот раз Пошли в банк Взяли кредит Простите меня Я за всю историю Своего существования Бизнеса в России Я не смог взять Ни одного кредита Я пытался развиваться Сам Меня постоянно Душили А я не мог Потому что Мне не хватало Оборотного капитала Если Не привлекать Частных инвесторов Потому что С частными инвесторами В России сейчас Можно работать Так и осталось Как было Так и осталось Только люди Те кто вкладывают Свои личные деньги Потому что банки Вам ничего никогда не дадут Тем более предприятия Которые только созданы На сегодняшний день Существует разнарядка По которой Предприятию Которые меньше года Вообще ничего никогда не дадут О чем А кто эти люди Что это такое Я не понимаю И вот тут у меня Возникал какой-то Определенный диссонанс Возник И я Вдруг Представив себе Вот эту вот Всю Огромную машину Которая сейчас Движется Я не хочу сказать Одурачивание Ну скажем так Оглупление людей В котором им рисуется Иллюзорная Составляющая Прекрасного Чего-то там На самом деле Является Приемлемым Для большинства Жителей Постсоветского пространства Тем что Она создает им Иллюзию благополучия Иллюзию благополучия При которой Все хорошо Все классно И вдруг Сопоставив еще Последние какие-то Факты Я Вы знаете Я о политике Не разговариваю Но тем не менее Я понимаю Что наверное Да Наверное Людям просто нравится Жить в иллюзии Которые им рисуют Которые на самом деле Нет И мотивировать Тут даже не на что Потому что Посмотрите на страничку Сколково Допустим Того самого места Где типа стартапы Должны развиваться И вы увидите Огромный спик стартапов В которых Рассказывается Иногда представлены Самые Иногда хорошие Иногда безумно Глупые идеи В которые Вколачиваются Какие-то деньги Но на самом деле Я так понимаю Что это просто Распил какой-то Определенный Потому что потом Ой не получилось Извините Пролетело Вот мы сделали Робота Который умеет Ездить на Квадроцикле Ну да И вот тут У меня вопрос Собственно Который я и хотел Поставить вам Дорогие мои друзья В конце этого видео Разговаривали Вы тоже считаете Что лучше жить В нарисованном мире А именно Эту идею Доносила Вот эта трилогия Матрица Что многие люди Отказывались От От реалии Для того Чтобы Остаться в этой Иллюзии В которой Все хорошо Все вот так Вот именно Строите Никак по другому И это дает Какую-то надежду То есть Вот эта надежда Она просто Необходима Как бы Да Наверное Каждому человеку И на этой Вокруг этой надежды Как бы рисуется Вот этот Иллюзорный мир Ну в общем Не знаю Хотел бы услышать Ваше мнение Для этого Я собственно говоря И сделал Эту рубрику Которая теперь Будет выходить Регулярно По вторникам Расскажите мне Как вы считаете Что лучше Жить в иллюзии Или Жить в реальной жизни